Динозавры И почему яйца древних хищников появились именно сейчас? Волгоград это барьер между плохим и хорошим Там существует космодром Ученые утверждают, что при исследовании этих необыкновенных яиц Внутри действительно была обнаружена жизнь Когда брали пробы, распиливали их То оказывается там внутри был кристаллик, который оказался органическим веществом Ученые давно знают, Волгоград уникальное место, которое таит в себе немало сюрпризов По Волжии или Волгоградской области десятки сотни миллионов лет назад существовали динозавры Здесь было теплое море, вся Волгоградская область Почетал был океан Тейтес, потом теплое море В океане Тейтесе как раз в то время, когда эти образования лежали на дне океана Плавали ячерыхтиозавры, вот их скелет И в то же время жили плезиозавры, вот такие удивительные существа Как с длинной длины шеи, прототип лохнесского чудовища Современные черепахи выползают на сушу Морские черепахи тоже откладывают яйца в прибрежной полосе То же самое можно предположить и относительно динозавров Могли они выкладывать в прибрежной полосе в песке А может быть даже и на мелководье, на глубине нескольких метров Но угрожает ли жителям Волгограда такое необычное соседство? Что будет, если из этих яиц появятся новые динозавры? Вы знаете, я могу сказать, что все-таки это имеет какую-то такую, знаете, неземную природу Вы знаете, я бы даже предположила, что возможно, вот данные шары, данные камни Они могут даже принадлежать какой-то иной цивилизации, то есть не связанной с Землей Это невероятно, но Ольга Кочетова считает, что таинственная находка не имеет никакого отношения к динозаврам Ясновидящая уверена, что эти странные сферические предметы – это творение инопланетных существ Эти объекты, каменные шары, большие они бывают Вот их могут курировать инопланетяне, то есть охранять то место, где они лежат Может быть, это является, тоже этот шар является какой-то, ну скажем так, библиотекой В этих искусно-качественно обработанных круглых формах каменных могла храниться какая-то информация Потому что при распиле нескольких из них были найдены несколько сфер каменных, одна в другой и какое-то железное ядро Версия об инопланетном происхождении яиц хоть и необычная, но многое объясняет Но почему инопланетяне оставили неизвестный предмет именно под Волгоградом? Я даже больше, чем на 100% уверена, что в этих местах бывает НЛО Бывают какие-то или пришельцы видят, или еще что-то, или какие-то предметы, кто-то летает, вот что-то такое люди видят И вот те летающие предметы, и вот данные камни, они также между собой взаимосвязаны Ученые подтверждают, Волгоград действительно является аномальной зоной, где неопознанные летающие объекты можно увидеть намного чаще, чем в других городах нашей Родины Волгоградская область является одной из аномальных зон России под Волгоградом Это Медведская гряда и Синяя гора, так называемая Вот очень часто видят на дне появление НЛО, пролеты шаров Сам я видел неоднократно действительно шары, которые прилетали Вот и все они вот кружат над тем местом, где это вот Медведская гряда, так называемая Там существует космодром, и многие видели там людей в серебристых комбинезонах с чемоданчиками У них перевалочная база на Синей горе Но почему именно Волгоград выбрали внеземные цивилизации для того, чтобы оставить здесь таинственные сферы? Волгоград это такая зона, она очень интересная, это барьер между плохим и хорошим, скажем так Поэтому в Отечественную войну дальше немец не смог пройти И вот этот барьер, он еще не поздно Судя по количеству НЛО, которое появляется над Волгоградской областью, можно сказать, что НЛО охраняет эту область И там заложена информация, которая еще ждет своего раскрытия Все это загадочно, необъяснимо и невероятно Но сегодня нам удалось прикоснуться к истории